всех тех, кто сегодня пришел на эту тему. Тема непростая, но весьма интересная. Ну, первое, что хотелось бы это услышать, вернее, увидеть плюсики, что меня слышно и видно хорошо, это важно. Кто присутствует, пожалуйста, проставьте плюсы, что меня хорошо видно и слышно. Любочка, здравствуй. Хорошо. Остальные плюсы не ставят? Слышно? Ага, остальные тоже меня слышно. Хорошо, отлично. Итак, первое, с чего хочу начать, это с того, что если кто-то вдруг из присутствующих сейчас находится в этом интересном положении или же собирается рожать, или только забеременел, или в периоде послеродовом находится, мне бы очень хотелось в течение вебинара все-таки вопросы в чате, потому что я как бы освещаю общую тему, да, хотелось бы конкретных вопросов индивидуальных от тех, кто посещает эти вебинары, услышать. Поэтому буду рада, если таковые вопросы все-таки в чате появятся. Тогда мне интересней. И сегодня мы будем говорить о периоде восстановления послеродов. Я вам могу сказать, что практически во всех, да, всегда там книгах, пособиях, мамочек готовят к родам, мамочкам рассказывают о беременности, но практически ничего не рассказывают о том, как восстанавливаться, и мало кто знает, как конкретно восстанавливаться. А ведь женщина в этот период сталкивается очень со многими сложностями. И сегодня мы попытаемся об этом поговорить и объять это. Вообще испытание беременностью, родами, ну, достаточно серьезное для женщины, хотя очень радостное, но очень серьезное. Поэтому нужно учитывать, что после того, как родится ребенок, действительно есть период восстановления, он очень необходим. На что следует обращать внимание в послеродовом периоде, это первые полтора-два месяца после рождения ребенка, женщина может испытывать вот такие вот вещи, как нарушение сна, раздражительность, быстро вес набирается, да, отечность, боли в животе, так как сокращается матка. И если достаточно быстро восстанавливается менструальный цикл, то он нестабильный, и тоже из-за этого возникают некоторые проблемы. И, конечно же, организм очень сильно нуждается в помощи. Если женщина испытывает такие... Ну, в той или иной степени каждая женщина это испытывает. Все равно это есть. Такие моменты дискомфорта. Поэтому очень важно к этому периоду быть готовым. Если ты готов, то ты его гораздо проще переносишь. И я могу сказать, в своей жизни, после всех своих четырех родов, возвращалась в работу через 3-4 недели. Через 3-4 недели у меня уже был прием моих пациентов. Немного, по одному-два человека в день. Но, тем не менее, он был. И я очень благодарна тем знаниям, которые у меня были для того, чтобы с легкостью себя в этот период восстанавливать. Сейчас немножко не об этой теме, но могу сказать, что у нас сейчас стоит очень сильная жара. И так как я в третьем 3 месяце беременности, то без перечной мяты я практически не живу. Я благодаря ей вообще могу спокойно работать нормально и чувствовать себя очень комфортно. Поэтому, если кто-то находится в этом периоде или кто-то из ваших знакомых, сразу говорю, перечная мята в роллере – это спасение было просто. Особенно сегодня. Сегодня, наверное, один из самых жарких дней. Но перейдем к периоду восстановления после рода. Что может помочь в после родовом периоде? Сейчас коротко, а потом, конечно, более подробно. Когда идет нарушение сна, это связано и с гормонами, и с усталостью, и с эмоциональной нестабильностью, потому что женщина все-таки во время родов переживает достаточно большой стресс. Что на первых порах сразу может помочь? Это лаванда или же смесь безмятежности. В смеси безмятежности, кстати, тоже есть немного лаванды в составе. Как можно применять? Если не хочется ничего наносить на тельно, то хотя бы распылять в диффузоре в комнате, и это уже будет давать свою положительную, скажем так, динамику, состояние именно сна. Рекомендую, если это лаванда или серенти, нанести где-нибудь на край подушки, чтобы вам не сильно мешал этот аромат, но при этом, чтобы он вас успокаивал. Одна моя знакомая, когда она родила ребенка, она тоже испытывала дискомфорт со сном. Она говорит, у меня все время такой уровень тревоги страшный, что вот я не могу спать. Говорит, что мне с этим делать? Я говорю, ну, лаванда. Она на меня смотрит, говорит, Аня, я не люблю запах лаванды. Я говорю, ну, надо. Говорю, надо, вот в этом случае он тебе действительно поможет, и ребенку не навредит. И она вот брала вот этот кружочек косметологический, вот он же с хлопком туда капал эту капельку и ложила ее с головью в своей кровати. Ну, я могу сказать, благодаря этому нормализовал союз, он, ну, вот, вероятно, динамику мы, наверное, заметили где-то через неделю или через две, после того, как она начала это делать. Действительно, она говорит, я чувствую разницу. Вот. И самое интересное, что ее ребенок тоже спал гораздо спокойнее, и промежутки между кормлениями были в среднем где-то 3-4 часа. Она успевала как-то отдохнуть и стабилизироваться. Поэтому лаванда такую хорошую роль сыграла в этом случае. Итак, что касается раздражительности, здесь тоже хорошо сработает лаванда, и это не потому, что я очень люблю лаванду, а потому что она действительно в этих случаях хорошо срабатывает и убирает вот эту раздражительность. Можно массировать по капельке на ступни ног, а можно распылять в диффузоре вот точно так же, как и в случае нарушения сна. Есть понятие тревожности, да? Мамочкам очень сильно присуще чувство тревоги, что он вдруг дышит или не дышит. Они могут по 10 раз на ночь вставать, и не потому что ребенок не спит или просит кушать, а потому что дышит мой ребенок или не дышит. Что же с ним такое? И в результате тоже не спят. Особенно это присуще женщинам, у которых первый ребенок. Вот у них вообще чаще всего эти состояния тревоги. Но я могу сказать, что это может присутствовать у женщин, у которой второй и третий ребенок уже. Что же с этим делать? Я всегда рекомендую в этих случаях смесь спокойствия, потому что она хорошо справляется с любыми состояниями тревожности, причем довольно-таки, как это сказать, мягко, плавно. И вот давая состояние здесь и сейчас, о чем я в прошлый раз говорила на прошлом вебинаре, что плюс этих масел, они переключают сознание, и ты не думаешь о том, что будет плохого, или ты не думаешь о каких-то своих прежних страхах. Ты находишься здесь и сейчас, а значит все хорошо. А раз все хорошо здесь и сейчас, ну смесь спокойствия сработала, да? В переводе еще иногда его переводят как мир. Если вы не любите смеси или опасаетесь смеси еще в этот период, он довольно-таки нежный для вас и для ребенка, то, конечно же, аромат ветивера, он заземляет, он дает очень хорошее восстановление после родов, он дает такую энергию, силу и степенность, которая вот этого, знаете, уверенности, вот как стена уверенности, хороший ветивер, он дает такое состояние, поэтому я всем женщинам не только в третьем триместре или там в родовом периоде рекомендую ветивер, но и в период восстановления он тоже сыграет очень большую роль. Если вдруг у вас настроение меняется вот так, вы это сами понимаете, но сделать ничего не можете. Опять-таки, да, так и так играют гормоны после родов, потому что, может быть, вот такие вот перепады настроения, причем это однажды было вот с моей очень хорошей знакомой, у нее просто вот могло быть, вот она улыбается, да, после родов, буквально там, ну, где-то неделя прошла, даже, наверное, дней 9, вот где-то так, и тут же она может уже вспылить и нагрубить, и все остальное. Ну, и понятно было, что там раздрайв очень сильно именно гормональный, да, психологический, и в данном случае, опять-таки, спокойствие ладан желательно использовать в паре, причем, опять-таки, хотя бы в диффузоре. Если он в диффузоре будет использоваться ежедневно, один-два раза в день, то терапевтический эффект будет достигнут. И есть ли быстрая утомляемость? Ну, опять-таки, большинство женщин в этом случае смеются, говорят, у нас у всех быстрая утомляемость. Я говорю, ну, говорю, есть женщины, у которых вот детки спят по 4 часа ночью и по 6 часов ночью, и они не чувствуют эту утомляемость. Поэтому я говорю про женщин, у которых другая картина, да, и нужно вот себя восстановить. Перечная мята, опять-таки, про которую я сегодня сказала немного в другом ключе, но и в этом тоже. Она идеально сработает, потому что она дает вот такое вот состояние бодрости, состояние четкого понимания, где ты находишься и что делать. Жасмин тоже неплохо срабатывает. Он хоть и говорят, что там сильный афродизиак, но на самом деле стабилизирует неплохо гормоны в этом периоде. И вот то, что я назвала, можно применять с первой недели после рода. Вот, поэтому рекомендую вот так. Далее. Так, и сейчас все равно еще контрольный, слышно ли меня, а то как-то все молчат, как мышки. А я думаю, слышно меня или нет, или я в пустоту вещаю. Понажимайте плюсики, пожалуйста, если меня слышно. Хорошо? Ага, хорошо. Ну, хочу остановиться отдельно на таком проблеме, с которой я сейчас, ну вот уже, наверное, последние лет 5 сталкиваюсь очень часто. И вы знаете, я понимаю, что она существовала и раньше, но люди просто вот лет 5 не боятся говорить об этой проблеме, послеродовая депрессия. Да, вроде как все о ней знают, но на самом деле никого не подготавливают к тому, что она может быть у любой женщины. Ну, вот такие мы, вот такая у нас физиология. Может быть, разный уровень депрессии. Конечно, нужно ее ловить изначально, как бы сразу в начальных стадиях, тогда она очень легко поддается коррекции, и очень простыми способами. Если она уже чуток запущена, то, конечно, там уже индивидуально прописываются внутренние программы. Это в индивидуальном порядке. Сегодня об этом говорить не буду. Сейчас скажу об общих, которые справляются с начальными стадиями или же с предвестниками, да, когда такое паническое настроение, кажется, жизнь закончилась, что продолжения не будет, и когда все это вообще, все, уже ничего не вернуть. Моя свобода потеряна, мой круг общения тоже, моя карьера прервана, и в общем, и так далее, и так далее. У женщин бывает очень много, и вообще мое тело уже никогда не будет выглядеть красиво, это неправда. Всегда можно восстановиться, и это так. Ну, бывают чувства вины перед ребенком, причин масса. Это я всего лишь вот ряд перечисляю, которые я у себя слышала в кабинете, да, и на самом деле гораздо больше слышала. Вот, и при легкой форме, да, когда вот вы чувствуете, что что-то не так, или, может быть, вы находитесь у вас в окружении женщины, которая послеродовая, явно вот у нее присутствует это легкое депрессивное состояние. Тогда я рекомендую ежедневные ванны. Конечно же, ванна должна быть теплая. Конечно же, перед этим нужно провести индивидуальное тестирование, да. Иди сюда, наноси маслица и смотрим, нет ли покраснений, как кожа реагирует, да, на эти масла. Обычно покраснений нет, так как наши масла чистого терапевтического класса, но проверять, тестировать нужно всегда. Запомните технику безопасности прежде всего. И на ванну берем столовую ложку английской соли. Если нет английской, можно морскую соль, можно обычную соль. На самом деле, соль в данном случае будет являться проводником. Четыре капли ланг-эланга и четыре капли жасмина. Как видите, оба это все-таки цветочные ароматы, они успокаивают, дают ощущение спокойствия. Это афродизиаки, но афродизиаки в данном случае не как сексуальные возбудители, а как то, что дает энергию, положительную энергию, является антидепрессантом. И вот для женщины, у которой были такие всплески гормональные, да, во время беременности такие скачки, во время родов скачок очень сильный. А к чему стоит только выброс адреналина в этот момент? Конечно же, нужна нормализация. И такие ванны, они показаны. Я могу, многие пугаются, говорят, а вдруг там у нас, если у нас есть небольшие трещинки, да, если кого-то чуть-чуть подшивали, да, то вот можно ли, я говорю, если это не горячая, теплая ванна, если у вас нет аллергической реакции, вы проверили, и вам приятны эти ароматы, конечно же, можно и нужно. Ну, по поводу разрывов и трещинок еще один, я немножко остановлюсь и расскажу, что с этим, конкретно с этим делать, пока мы о депрессивном состоянии. Кто меня сейчас слушает? Если когда-либо рожал или собирается, опять-таки жду вопросов, а то мне так опять-таки вещают в пустоту. Очень хочется слушать вопросы. А поддерживать хорошее эмоциональное и физическое самочувствие после рождения малыша помогут следующие рекомендации. Вам они покажутся? А, сколько времени ванну? В принципе, достаточно 5-10 минут, можно 15. Если женщине хочется до получаса посидеть, возможно, но я знаю этот период, у женщины этого получаса обычного нет. Поэтому вот эти 5-10-15 минут тоже сыграют хороший терапевтический эффект. Почему? Потому что эфиры через кожу всего тела попадают в наш организм и работают как самые лучшие таблетки антидепрессантов, но которые не оставляют побочного эффекта ни для мамы, ни для ребенка. Поэтому ванны, вот моя отдельная любовь, именно в плане того, какой терапевтический эффект они оказывают. Но при этом они не должны быть горячими, не должны быть холодными, должна быть теплая, приятная вода. Итак, перехожу к рекомендациям. Первая рекомендация – это, конечно же, соблюдение правил интимной гигиены. В течение всего времени, пока продолжается выделение молодой мамы, сохраняется высокий риск развития инфекционных осложнений. Поэтому правила интимной гигиены в этот период особенно важны. Я понимаю, что все поймут, что это банальность с одной стороны, а с другой стороны, знаете, в жизни сталкиваешься с разным. Поэтому решила начать с простого. Дело в том, что правильно выбранные прокладки – это важно. Я как бы как вариант предложила те, которые у нас имеются в наличии. Я могу сказать, что после четвертых родов у меня были вот те самые красненькие, которые ночные. И они великолепно справлялись даже с первыми днями после родовой деятельности. Но в основном потом в приоритете будут зеленые, так как это дело у женщин по-разному продолжается. Но у многих это лицей полтора-два месяца могут быть выделения. В любом случае без этого не обойтись. И желательно, чтобы это была качественная вещь, с которой вам приятно, которая не вредит вашему здоровью и которая помогает вот эти правила гигиены хорошо заблюдать. Безусловно, здесь не обойдется без гелий для душа. Ангард, в общем-то, позволит никакой инфекции туда не проникнуть. Но единственное, что предупреждала, без дозаторов смысла нет. Он жидкий сильно. Дозаторами он пенится, им удобно пользоваться. Есть ли аллергия или раздражение? Нет. После Ангарда нет. Примитивной гигиени можно. Но кому-то нравится Ангард по аромату, кому-то нет. Можно взять гель для душа. Второй вариант, он с таким легким фруктовым лайм, приятный фруктовый аромат, цитрусовый. Опять-таки, говорят, цитрусовый, многие пугаются, что может быть раздражение или еще что-то нет. От него нет, он очень-очень мягкий. И кожа после него очень шелковая-шелковая. Поэтому я для интимных ген их использую оба под настроение, в зависимости от того, какой вопрос я хочу решить. Естественно, есть боли в промежностях, особенно это в первую неделю. У некоторых первая-вторая неделя женщин все-таки вот эти все ощущения присутствуют. Но в первой особенностях. И тоже ванная. Если есть возможность, то, конечно, лучше принимать. Если нет, то можно делать воду, в которой, собственно говоря, можно обмывать. Но ванна в данном случае предпочтительнее. На ванну 3 капли лаванды. Опять-таки, на столовую ложку соли. Перед этим мы лаванду тестируем на чувствительность кайзуны. И 3 капли чайного дерева. Лаванда даст обезболивающий эффект, потому что заживляющий. Чайное дерево даст, дополнит тот самый заживляющий эффект и не даст тоже никаким эффектам праник. Двоем они, конечно, великолепны. Те септики, которые срабатывают, просто чудесно. Далее. Дальше вторая рекомендация. Нужно помочь своему организму вернуться быстрее в форму. После рода вопрос, как это сделать. Сразу первый вопрос. Конечно же, стандартная рекомендация лежать побольше на животе в любом случае. Хотя очень больно и очень не хочется этого делать. Но могу сказать, это таки хорошо работает. В этом положении происходит напряжение мышц брюшной прессы, да, и у вас все-таки быстрее уйдет животик. Это тоже очень хорошо. Вот. Вторая. Регулярно освобождать, да, ничего, кузыри, занятия за подробности. Прикладывать малыша к груди, так как что делает, что во время кормления у нас происходит. Выработка окситоцина. Это стимулирует сокращение матки. То есть, опять-таки, у нас животик гораздо быстрее подтянется. И можно делать легкий массажик. Во-первых, этот массажик хорошо обезболивает. Во-вторых, быстрее уйдут вот эти вот все-таки живот. Не очень приятно выглядит после родов, да. Уйдет вот эта вот кожица. Она вот станет нерыхлая, она будет более подтянутой. И вот один из моментов, который можно после родов, который не вызовет неприятных последствий. Но перед этим мы тоже тестируем масло апельсина, масло герани, ну, чувствуется. Делаем, сразу предупреждаю, дозировка для женщин, которые родили и пор над грудью. Это в среднем на 50 мл допускается 6-8 капель какого-либо эфирного масла. И все мои рецепты, они сходят из этой дозировки. И я сколько не консультировалась и с коллегами, и сколько не прочитала, не читала литературы своих коллег, которые уже имеют типа 20-30 лет практики в этом направлении. И все сходятся к дозировке, что после родовом периоде, если это какие-то массажные вещи, которые наносятся на тело, то это 6-8 капель. На 50 мл можно, ну, это может быть кокосовое масло, это может быть облепиховое масло. То есть, ну, в данном случае у нас есть под рукой рабочий инструмент, такой как кокосовое, чистое, фракционное, лабораторно проверенное. Поэтому я беру вот этот вариант. В данном случае это будет 3 капли герамени и 2 капли апельсина. И плюс это еще позволяет вот этот дисбаланс гормональный тоже нормализовать, который вызвали сами роды. Третья рекомендация – это, конечно же, пересматриваем режим питания. Тут про это вам очень много, наверное, говорений на подготовке к родам, если вы в таком были. Массаж живота, да. Что именно по массажу живота, вы конкретнее задайте вопрос, я обязательно отвечу. Это круговыми легкими движениями делается массаж живота. А, лимит, да, этой смесью. Но на самом деле этой смесью можно ноги смазывать. Я могу сказать, что герам довольно-таки неплохо обезболивает. Все-таки болят глаза швенки, ножки болят после этого. Можно еще и ножки смазывать тоже. Но животик по круговой, да, чуть-чуть. Взяли где-то чайную ложечку, даже меньше чайной ложки. Нанесли и по круговыми легкими движениями, без сильных нажатий. Сильные нажатия в этом случае не рекомендуется. Вот. Что касается питания стандартно, да, там частота, пить, это все вам расскажут, что нужно делать, да. Первые трое суток желательно немного жидкости употреблять, а следующие, наоборот, нужно употреблять достаточно много жидкости. Вот это, в частности, кефир, там, ну, тут специфика, да, в чаи, которые с молочком, с пенхелем и так далее. Итак, по поводу рациона. Очень важно, чтобы он был, да, максимально насыщен всеми необходимыми компонентами. Если вы думаете, что, проходив беременность, все, все закончилось, ребенок же родился, вот, ничего подобного. Теперь за рационом и сбалансированностью питания нужно следить еще больше. Почему? Потому что ребенок растет, кости его продолжают расти, и все это берется за гонизма мамы, если это идет, да, грудное вскармливание. В основном сейчас женщины, в общем-то, предпочитают грудное вскармливание, если такая возможность физиологически есть. И большинство моих знакомых кормят грудью. Что могу сказать? Что здесь важно, комплекс омега-3, почему, да, ксиомега, которая включает в себя разные виды омеги, и не только, у вас будет кожа быстрее восстанавливаться. После рода вам нужно очень много усилий для того, чтобы восстановить кожу. Изнутри ее тоже можно восстанавливать. И ксиомега в данном случае будет хорошим помощником, да, кроме масел, еще и вот такая внутренняя помощь. Безусловно, комплекс питания для костей, потому что без него никуда, да, и ваши кости нужно поддержать, потому что они очень много отдали и продолжают отдавать. И косточки ребеночка, которого продолжают кормироваться, которые продолжают расти, должны быть крепкие. И зубки, которые через полгодика начнут вылазить, тоже должны быть крепкие. Поэтому без питания для костей тоже нельзя. И микроплекс в данном случае поддержит иммунную систему, поддержит пищеварительную систему. Это вот основные направления, которые нужно поддерживать. Ну, конечно же, не забывать и про питание. Питание тоже играет большую роль для восстановления в период после рода. Четвертое – это внимательно относитесь к уходу за грудью, потому что многие женщины в этот период сталкиваются с проблемами с грудью. И грудь, это можно сказать, если промежность, ну, как бы, понятна, да, она работала, то грудь женщина вначале не ожидает, особенно при первой беременности, тех проблем, которыми она может столкнуться с грудью. Вот, она, так как прилив молока идет, да, на вторые и третьи сутки, она очень сильно раздувается, она болит, может перегорать молоко, может возникнуть проблемы дальнейшие, но мы будем о хорошем. Первое, конечно же, гигиена. Дважды в день мы минимум принимаем душ. После мы наносим на сосок. Я очень люблю разведенное масло лаванды. Если какие-то трещинки и существуют, по-другому кормления, да, то масло лаванды очень хорошо заживляет. Единственное, что я делаю, я беру 10 мл кокосового масла и туда капаю буквально 2-3 капельки лаванды, да, иногда даже одна. И оно справляется с заживлением, и при этом нет яркого такого, знаете, аромата или привкуса. Что тоже очень приятно. Вот, ну, конечно же, перед каждым кормлением моем руки, в данном случае я ангард всегда рекомендую. И на груди используем отдельное полотенце. Это тоже важно. И, ну, в данном случае могу сказать, что если стирать с тем же ангардом, то как-то не переживаешь за то, за стерильность, да. Вот, при трещинах сосках. Все-таки это такая болючая тема, очень болючая. Я с первым ребенком ее пережила, поэтому каждую женщину понимаю. В данном случае делаю масло на 50 мл, 4 капли розы и 2 капли лаванды. И я могу сказать, что тогда эти трещинки хорошо заживут. Вот это вот такая универсальная вещь, которая будет помогать при использовании. Следующее это то, что и самое-самое главное, это то, что в приоритете у женщины должен быть отдых и сон. И это основное и наиболее важное правило, вот, так как от основного зависит и восстановление физических сил после родов, и общего состояния здоровья, да, иммунитета, и то, как молоко будет вырабатываться. У меня очень многие мои и знакомые, и клиенты, они часто говорят, вот лактация плохая, да, вот первую неделю прошли, выписались домой. Практически всем всегда помогаешь первый раз купать ребенка, рассказываешь, что нужно сделать грудью, как ее массировать, чем массировать, ну и так далее. Но многие считают, что вот важнее пойти пеленку погладить, важнее пойти кушать, приготовить или еще что-то сделать. Так вот, для женщины, которая ухаживает за ребенком, кормит его, ничего важнее с нами может быть. Если у нее есть полчаса свободных, надо ложиться и спать. Но зачастую вопрос возникает, какой, как это сделать. Я всегда говорю, наносим лаванду на седьмой позвонок или смесь сирени, не идти, поверьте, вы заснуете очень хорошо. Но плюс сна в том, что благодаря лаванде и сиренте вы его получаете, а благодаря сну вы получаете хорошую лактацию, да. У вас будет всегда достаточно молока для вашего ребенка. И это очень-очень важно. Второй момент, вы неплохо восстановите свою нервную систему, гормонанную, если будете достаточно отдыхать в этот период. И я могу сказать, что наиболее часто из-за того, что женщина испытывает тревожность, недосыпание, это чувствует у ребенка. Ребенок очень сильно связан с мамой. И у него тоже плохое самочувствие, у него тоже тревожный сон появляется. Поэтому вот этими эфирами мы настраиваем себя на спокойное состояние. Соответственно, наш ребенок, он это чувствует, он тоже на него настраивается. И тогда вот происходит вот та самая картина. Ребенок спит, и мама спит спокойно. У всех все хорошо. И хотела бы спросить, есть ли еще вопросы на сегодня, потому что вот Елена, молодец, она сегодня активна, она спрашивает, мне очень приятно. Второе по частоте фактор риска, связанное с дефицитом сна и переутомлением молодой мамы, это недостаток количества молока, про которое я уже сказала. И это происходит на фоне истощенной нервной системы. Но очень часто мама говорит, да я вроде бы и сплю, но у меня все равно молока очень мало вырабатывается. И как бы грудь всегда все время такая достаточно плотная. И вам Елена, спасибо. И что может помочь? Я сразу говорю, здесь существует два хороших рецепта. И в зависимости от того, какие масла у вас есть, и какие масла вам больше нравятся, и на какие у вас хорошие труды, положительно сразу в каком месте тестирования, можно делать вот такие компрессы. И они довольно-таки неплохо помогают с лактацией. Потому что я вроде бы психолог, вроде бы почему я должна говорить об этом. Но дело в том, что психологическое состояние и физиологическое взаимосвязаны. Никуда это не деть, невозможно это разделить. И всегда нужно учитывать одно и второе. И в данном случае две капли герани, две капли мяты перечной. Мы на столовую ложку соли можем, или же взять немножко на кончик чайной ложки мед, и туда капнуть, и затем растворить водички теплой. И сделать компрессик. И вот этот компресс может восстанавливать лактацию. Или же еще проще, фенхель все знают, и все знают, какой он помощник в случае восстановления лактации. И можно делать на масле, можно делать примочками. Если на масле, то теплый, лучше теплый. Это грудь. Если мы делаем холодный компресс, мы можем что-нибудь спровоцировать. Если мы сделаем сильно горячий компресс, мы тоже можем что-нибудь спровоцировать на хорошее. Поэтому это должен быть теплый, приятный компресс. И второе, это на 50 мл кокосового масла, 8 капель масла фенхеля. Можно взять 4 или 6 капель фенхеля, они тоже сработают. Можно это делать в виде компресса, не капнув на мед или на соль. Или же в виде вот такого масла, которое можно наносить. Смотрите, что для вас более приемлемо, что для вас более комфортно. Всегда это нужно учитывать. И тестирование нужно проводить не только на эфирное масло, там герами, фенхель или перечные, на то, в данном случае. Тестирование обязательно проводите и на кокосовое масло. А вдруг есть какая-то индивидуальная непереносимость. Все-таки мы имеем дело с мамочкой, ребенком в нежном периоде, послородовом. В самом-самом, что не на есть нежном. Вот. По поводу компресса спросили, есть ли еще вопросы. Если нет, то я уже буду завершать. Потому что все остальные вопросы, они индивидуальные. И если у кого-то появились или есть желание, то я обязательно на них отвечу в индивидуальном порядке. Можете писать или обращаться в скайпе. Координаты мои, они везде есть. Но могу сказать одно. Берегите себя. И восстановление после родов пройдет быстро и без проблем. И ждите, что кто-то вас должен беречь. Вы себя сами должны беречь. Себя и своего ребенка. А настроение мамы, отдохнувшая мама – это и есть здоровый ребенок. И если у кого нет вопросов, всем огромное спасибо. И в следующий раз у нас будет очень интересная тема. Мы в следующий раз будем говорить о гиперактивных детях. Диагноз – это ли не диагноз. И, собственно говоря, как с этим работать. И как легко этого ребенка направить на позитив. Надо в другую струю. Так что приглашаю на следующий вебинар в следующий вторник. Всем приятного вечера и до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.